Евгений Иванович, здравствуйте! Я искренне рад, давно не встречались. Мастерской вы наконец-то у меня. Я вас знаю давно, и давно хотел написать ваш портрет, написать это времени многом. Заняло бы, да, за эти годы времени тоже ушло немало. Ну вот я решил начать хотя бы с набросков, с рисунков. И тут я отложу свои наброски предыдущие. И мы сейчас с вами поговорим, как говорят, художник с художником. Вы художник музыки. И я хотел бы, чтобы вы рассказали, когда спрашивают у художника, как вы взяли в руки кисть, а мне хотелось бы узнать, как у художника, как вы взяли в руки тот музыкальный инструмент, который вы выбрали в жизни? Почему вы выбрали этот инструмент? И вообще, какая тенденция у вас была заняться музыкой? Вы знаете, у меня родственники мои, ну, папа, мама и близкие родственники музыцировали, но непрофессионально. Кто-то на аккордеоне играл, кто-то на баяне, кто-то на гармошке. Батя, например. Но получилось таким образом, что моя судьба не пошла по линии механики, потому что мои родственники вообще все механики. И я должен продолжить их профессию. Но получилось таким образом. Сосед был один из друзей фронтовых моего отца. Так получилось случайно. Тот играл на скрипочке. И он сказал, Ваня, у тебя у сына прекрасный слух. Давай делать его музыкантом. Что было, конечно, совсем неожиданным. Но Островский, этот сосед, фронтовик отцовский, друг, настоял. Повезли меня поступать в Курское музыкальное училище. Таким образом, причем я поехал как баянист и как аккордеонист поступать. Получил прекрасные оценки, но не получилось стать ни баянистом, ни аккордеонистом, а стал фаготистом. А как получилось? Те годы, а это я поступал в 56-м году, прошлого столетия и даже тысячелетия. На всякий случай. Так же я не молод. Было положение, что фронтовики принимаются вне конкурса. И, естественно, так получилось, что я молод был, не попал в эту группу фронтовиков, хотя и пережил в оккупации. Но мне показали этот инструмент фагот. Когда педагог принес и открыл этот футляр, а там бархат красный, такая красотища, меня визуально это как-то сразу заинтересовало. А кроме того, подумал, хоть и молод был, но уже соображал в какой-то степени, что поступить сложно, а уйти очень легко. Разведываю, что это такое за инструмент и так далее. И вы знаете, у меня педагог был первый. Он закончил Московскую консерваторию, но был на фронте и потерял практически пальцы. И как исполнитель, и в Большом театре он работал. Отсюда можно делать вывод, что это был прекрасный музыкант. И таким образом он как-то разговорами меня заинтересовал, и я остался заниматься и стал фаготистом. Но что интересно, что не так меня задержало в училище вид этого инструмента красивый, как потом я начал проходить вместе со всеми, разумеется, это теоретические предметы. И я понял, что музыка – это вообще космос. Там непочатый край. Ее изучить вообще практически невозможно, если говорить, вот мир живет, и все открывают новые, 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 новые в музыке. И это обстоятельство меня как-то задержало. И я, в принципе, закончил музыкальное училище, потом в Харьковская консерватория, а потом в Днепропетровск. Хотя в Харькове я уже имел работу, играл в оркестре симфоническом, но меня сюда просто перетащили. Узнали, где я после консерватории служу. Приехали в армию и сказали, что все, что ты потребуешь, мы тебе дадим. А они меня уже как музыканта знали. Я годом раньше был приглашен сюда играть на первый, в Днепропетровске проводился первый фестиваль советской музыки. И я играл на этом фестивале. Поэтому как профессионала меня знали. Ну, пригласили и все выполнили, как говорили. Я искренне стал днепропетровцем. И сейчас все мои дела связаны с тем, чтобы рассказать людям, что в Днепропетровске очень много и в искусстве, чем можно и нужно гордиться. Понятно. Ну, вот вы рассказываете, мне так интересно все. И знаете, чем больше вы рассказываете, тем больше вдохновения приходит. Потому что сложно одновременно, конечно, увидеть и нарисовать вас, и слушать ваш интересный рассказ. Ну и скажите, вот когда вы уже приехали в Днепропетровск, вы ведь начали свою здесь творческую деятельность. Ну, не сразу возник уже известный потом ваш престиж. Это престиж, да. Но сначала до его возникновения. Какой был такой вот восточный период здесь? Да, увертюра к этому была. Она еще состоялась в Харькове, в консерватории. Я с первого курса консерватории организовал студенческий квинтет. Хотя по программе этого только начиналось с четвертого курса. Но мне захотелось это сделать. И тем более на моем курсе были прекрасные ребята. И там квинтет уже был образован в консерватории. Поэтому я сюда приехал. У меня был и нотный репертуар в какой-то степени. Уже какой-то был опыт. Потому что там занятия проходили с блистательным совершенно музыкантом, виолончелистом из госквардета. Человека, который знает ансамблевую работу. Поэтому, прибыв сюда, я стал выискивать и здесь этих музыкантов. А мне нужен был флейтист, габаист, кларнетист, волторнист. Ну и я фаготист. Как раз на тот период в Днепропетровском симфоническом оркестре были такие люди. Уже со званием. Лауреаты всеукраинских конкурсов, например. То есть было из кого составить этот ансамбль. И, собственно, месяц спустя мы уже начали репетировать. Ну и таким образом как-то это было рождение. Были там прекрасные музыканты. Одного я обязательно сейчас должен назвать. Именно сейчас. Это Аркадий Леонидович Гурфинкель. Кларнетист, который, в общем-то, дал плеяду прекрасных кларнетистов. У нас в Днепропетровске, которые разъехались потом по всему миру. И играют в центральных оркестрах зарубежных симфонических. А вот это уже вы коснулись престижа. Вы много лет проработали при филармонии. И вот близится юбилей. 75 лет симфоническому оркестру, в котором, собственно, я и работал. Основная моя работа была солиста оркестра фагатиста. Скажите еще об этом. Вы знаете, жаль, что у нас мало времени. Что касается оркестра, у меня сейчас заканчивается период окончания книги. 75 лет симфоническому оркестру. Поэтому у меня есть что сказать об этом коллективе. Но поскольку мало времени, я буду на таких узловых моментах останавливаться. Вы меня перебьете, когда вам надоест. Но я знаю, что не надоест. Только я начал, времени нам хватит. И вот, как получилось. Мысль в Днепропетровске об основании симфонического оркестра еще началась в 20-е годы. Здесь, надо сказать, был блистательный совершенно педагогический состав, особенно струнников. Это люди, которые закончили у Аура Ленинградскую, Петербургскую консерваторию. Которые играли с Тосканини. Тут потрясающие музыканты. И до сих пор струнная группа, особенно скрипичная, есть чем похвастаться. И, конечно, их присутствие здесь как бы стимулировало заезду сюда великих музыкантов, как Давида Ойстраха, скажем, на тот период, 30-е годы. Пианисты приезжали, Яков Зак, например. И их концерты проходили и роптали. Народ роптал, что, мол, вот приезжают люди, а как-то вот мы не по-государственному используем концертный зал. Концертный зал больших размеров. Полторы тысячи вмещаемость была. Собственно, он находится в Дворце Железнодорожников. Там, где и сейчас, к счастью, находится филармония и симфонический оркестр там. Но зал этот закрыт, он в аварийном состоянии. Мы трепетно ожидаем его восстановления. Это вообще тогда жизнь Днепропетровской пойдет иначе. Но, опять-таки, я к возникновению оркестра. Там интересный был случай. 1939 год, хотя филармония в 1936 была. Там, правда, разночение есть. Ну, считается на сегодняшний день 36-й год рождения филармонии. При филармонии в 1939 году появляется симфонический оркестр. Был он инициирован фразой Сталина, который занимался... Я даже достал книги его, изучил этот вопрос национальным вопросом. И очень глубоко было внимание к этому вопросу. И он высказал мысль, что каждая республика должна поднимать свою национальную культуру. Ну, музыкальную в том числе. Ну, если этот человек сказал, то сами понимаете, что это директива такая, что уйти от нее невозможно. И, конечно, Киев сразу, тем более настроение Днепропетровский, он знал. И в Киеве поторжинский Иван Сергеевич. Вот у нас улица есть, его имя носит. Многие не знают, что это, оказывается, музыкант. И оказывается, певец, бас потрясающий совершенно. И, кроме того, он был в Верховном Совете в 30-е годы. И он повлиял очень мощно на решение этого вопроса. Итак, в 39-м году оркестр со 2-го числа февраля месяца, 39-го года, уже то количество, которое было собрано, уже получали заработную плату со 2-го числа. 3-го числа было общее собрание, 4-го и 5-го первые репетиции пошли. И 9-го мая, тогда еще не было Дня Победы, еще до войны, естественно, вот, 9-го мая был первый концерт. Он и как бы засвидетельствовал рождение нашего Днепропетровского симфатического оркестра. Кто был на первом концерте? Интересное явление. Значит, все бюро обкома партии, все было. В этом составе Зодионченко был первый секретарь. Вы там всех помните, Евгений Иванович. Ну, я же раз занимался книгой, я обязан. К сожалению, память не та, которую я сейчас могу все это вытащить. Но, тем не менее, ключевые, конечно, вопросы помню. А так все в книге будет написано. Так вот, Зодионченко, второй секретарь, который всегда занимался искусством и культурой, и спортом, да? Вот. Был, вы его знаете прекрасно, Леонид Ильич Брежнев. И так, 9 мая 1939 года возник у нас симфонический оркестр. Ну, его историческая жизнь, его путь был самый различный. Были и трагические моменты, которые достались только Днепропетровскому оркестру, пожалуй, из всех оркестров мира. Но это сейчас, если будет вопрос, тогда я расскажу. А сейчас пока... Как чувствуете, если у вас идет вот этот поток эмоций, своих воспоминаний, не останавливайтесь. Это ваша история. Ну, хочется сказать и напомнить несколько хотя бы имен. Первым дирижером был Фельдман, Соломон Семенович Фельдман. Он был дирижером Киевского симфонического государственного оркестра, но возжелал иметь свой коллектив, вновь рожденный, его воспитать и пустить по жизненному пути, что он и прекрасно сделал. Но, к сожалению, 1941 год пришел. Надо сказать, что в те годы и послевоенные годы, особенно довоенные годы, симфонические оркестры состояли стопроцентно, практически стопроцентно, только из мужчин. Война. Все уходят на фронт. После окончания войны возвратилось всего пять человек. А в оркестре на тот период уже было 50 единиц. 50 мужчин. Возвратилось только пять человек. Остальные остались на полях сражения. Симфонический оркестр долгие годы имеет неплохие помещения. Надо сказать, что, конечно, власть местная, область полком всегда заботился об оркестре и о филармонии. Но помещение... Днепропетровск был в развалинах. Помещения хорошего не было. И мы всегда были как бы в найме. Ну, снимали помещение. Своего не было. Только в первом году этого уже столетия, 21-го, мы добились... Скорее всего, может быть, даже не особенно мы добивались на этот период. После как раз восстанавливался оркестр в этот момент. Но как-то вот так получилось, что нам предоставили это помещение спустя 56 лет своего существования. Первый раз симфонический оркестр получил свое помещение. Это Ленина 6. Бывший дворец железнодорожников. Прекрасное здание. Ну, только ждем вот ремонт. Я думаю, что после того, когда филармония получила имя Леонида Когана, великого нашего скрипача... А, кстати, по-моему, вы были одним из инициаторов, да? Ну, да, я 25 лет этим вопросом занимался, но дело не в этом. Да, инициировал, но в течение обстоятельств, в конце концов, и в вечерний Днепр помог. И общественность была поднята вообще общественно от всего мира. Я разыскал его учеников выразить свое отношение к этому вопросу. Ну, сами понимаете, такие как Ростропович, такие музыканты великие, которые с нашим оркестром много играли, безусловно, они это все поддерживали. Ну, и, к счастью, вот мы нашего увековечили теперь, хотя он сам увековечил себя и прежде, как музыкант. Не случайно был снят международный фильм Никола Паганини и озвучивал Леонид Коган, наш Днепропетровец. Вот, этот Днепропетровск должен знать, что Паганини Днепропетровский у нас тоже есть. Геную прославил Никола Паганини, а Леонид Коган прославил Днепропетровск. Это весь мир знает. Я даже, может быть, с повышенным тоном это говорю, просто хочу, чтобы услышали днепряне, что у нас есть... Ну, Днепропетровская земля, она по-моему, не сомнений. Я считаю, что симфатический оркестр является флагманом в искусстве у нас в Днепропетровске, здесь в музыкальном, тем более. В 1999 год. Первый был выезд в дальнее зарубежье. Я не говорю о том, что весь Советский Союз, этот оркестр на гастролях бывал. Везде. И при Балтике, причем самые... И Москва, разумеется, очень часто, кстати сказать, в Москве оркестр играл, представлял Украину. Не только Днепропетровск, а представлял Украину. В 1999 году был первый выезд в Испанию. И как-то так получилось, этот самый первый выезд, он в Европу прорубил окно. Стали его приглашать. Раз, два, три, потом долго считать. Сейчас уже я так вот сходу могу сказать, где-то порядка 22 раз они уже были. Португалия, Испания, Италия, Польша. Вот. Вы представляете, вот такие залы принимали наш оркестр. Это были столичные города всех названных государств. И что интересно, и приятно, что одним разом не заканчивалось. Потом очередные предложения появлялись на следующий год. И доходило до того, что в год выезжал оркестр, особенно вот Испания, Италия и Португалия, по четыре раза в году. И надо же еще понимать, что мы-то в принципе не работаем на Украину, поэтому в городе надо работать много и качественно. Колоссальное количество концертов прошло и здесь. Вот. Вот такой наш оркестр. Вот такой он. Об этом мало кто знает. Но кто приходит, даже не сведущий сложной экспертной музыки, ну как называется, ну симфония, да, они покидают совершенно другой, зал покидают совершенно другими людьми. Настолько впечатления от игры этого оркестра. Ну расскажите еще немножко о себе. Вы столько уделили оркестру, ну вы же еще как музыкант, человек вы намного разнообразнее, разностороннее, по-моему. Вы увлекаетесь или вы коллекционируете, насколько я слышал? Ну да, было такое. Вы знаете, моя профессия, ну я в основном проработал вот в квинтете, да, это единственный случай в мире, можно запросто в книгу Геннесса вносить. Вот этот сейчас год, пятьдесят лет было бы, но мы отыграли сорок восемь лет и остановились. Два года не хватило. Не хватило два года. Ну я мыслю, мыслю, может быть сейчас это делается такое, что там бывали у некоторых коллективов небольшие перерывы, но в какие-то даты встречались, может быть еще пятидесятилетия, мы еще мы сыграем, да, может быть такое. Ну так в жизни повезло мне, что я занимался и сольной работой, то есть оркестр аккомпанировал, я играл соло перед оркестром, ну и с концертместером пианистом, то есть много занимался сольной работой. Ну давайте на веселой ноте мы закончим наше общение. Судовольствием. И я хотел бы вам, конечно, вот этот портрет войдет, будем говорить, в галерею наших дальнейших образов, да, этот портрет останется вам в память об этом. Спасибо большое, это мне дорого будет. Да, в этой программе, вот, здесь я подчеркиваю, это, наверное, как музыкальная какая-то история, которую, вот, каждый услышит по-своему, да, вот, невозможно, наверное, чтобы каждый человек слышал музыку одинаково, да, каждый воспринимает... Абсолютно по-разному. Да, абсолютно по-разному. Так же, наверное, и в изобразительном искусстве. Вот один воспринимает так, другой так, одному нужно фотографическое сходство, другому нужны эмоции, вы понимаете, допустим, работы разных художников и разные эмоции. Поэтому эта работа, это вот работа моих эмоций в вашем рассказе, поэтому я его сейчас тут подпишу. Подчеркиваю, она не закончена, мы с вами еще будем над ней работать, продолжать. Поэтому на этой, я бы сказал, творческой ноте пожелаю вам дальнейших творческих свершений. Спасибо. И обязательно, чтобы ваша книга увидела свет, я думаю, с удовольствием ее. Ой, это хорошее пожелание, и оно не столь для меня нужно, я знаю все об оркестре. А вот это для людей, для Днепропетровска, это слава Днепропетровска, это путеводитель. Это я вам на память набросал, такой вот эскизик небольшой вашего. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо еще раз. Субтитры подогнал «Симон»